Приветствую вас! Мне кажется, что у вас два есть пути развития, есть два пути исследования. Первый путь это путь подчинения мужчине, то есть уступки ему, уступки его желаниям, уступки его потребностям, уступки его каким-то взглядам, ну просто потому что выборов у вас не то, чтобы много. В этом случае вам возможно придется заплатить довольно высокую цену, потому что вы будете недовольны, вы будете вероятно не удовлетворены, ну, с тем как все будет происходить, с тем как будут складываться ваши отношения, вот. То есть будьте готовы платить определенную цену за то, что в таком случае вы будете с мужчиной. Вот, здесь, на мой взгляд, важно не спешить, здесь, на мой взгляд, важно все обдумать, как следует. Вот, и уже после, после решить, решить, что и как вы будете делать, потому что, ну, к примеру, да, если вы не уверены, вот, в том, что вам подойдет такая вот позиция, если вы не уверены в том, что вы сможете платить эту цену, которую нужно заплатить для того, чтобы, ну, чтобы быть в отношениях, то, наверное, ничего. Вот. Второй вариант, который можно вам предложить к рассмотрению, это вариант более такого эго-зентричного представления себя, вот. То есть в том смысле, что вы, к примеру, будете говорить мужчине о том, что вам не нравится, будете говорить мужчине о том, чего вы для себя хотите, что вам нужно, вот. Вот, и уже, соответственно, он будет как-то на это реагировать, либо он будет на это реагировать позитивно, либо он будет на это реагировать негативно. Вот. Вот. Это уже, ну, как бы не столь важно. Вот. И в данном случае вам нужно быть готовой отстаивать свои позиции, отстаивать свои права, отстаивать свою точку зрения, к примеру. Вот. Для того, чтобы не потерять себя в отношениях и для того, чтобы не стать жертвой, к примеру, для своего мужчины. Что безусловно, безусловно, является неприемлемым, если мы говорим о здоровых отношениях. Вот, примерно, так, так можно вам ответить. Примерно. Почему примерно? Потому что, в общем-то, нужно больше информации о том, что у вас происходит. нужно больше информации о том, почему у вас такие отношения начались и развились, и почему вы, ну, к примеру, к примеру, продолжаете в них быть. Вот. То есть вы, как будто бы, эм, зависимы от мужчины. Ну. Если это так, то зависимость, конечно, лучше, лучше бы снижаться, зависимость лучше бы убираться. Потому что никому зависимость ещё хорошего не приносила. Ну, никому зависимость, да, ещё ничего хорошего не делала. Вот. Ну, а тут уже, безусловно, вам решать. То есть, если вы хотите, если вы готовы, то никаких проблем. На этом, в принципе, всё. До этого можно закончить мой ответ. Вы написали довольно краткий вопрос, соответственно, такой довольно краткий ответ я вам и могу дать. Потому что, соответственно, более подробно, да, нужно исследовать. Более подробно нужно изучать. Одно могу сказать совершенно точно, что если мужчина, к примеру, если мужчина не может, ну, к примеру, пожертвовать, да, или уступить своим принципам, то, наверное, в таком случае стоит задуматься о том, насколько вы друг другу реально подходите. Вот. И подходите, и подходите ли вы вообще друг другу? Тогда. Вот. Ага. Мне кажется, именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Вот. На этом всё. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...